Добрый день, мы снова на Ивановские горки. Здесь проходит 13-е воскресное Кахловские стояния. Дмитрий Юрий Стархнадзор, здесь нет в чем сейчас опасности. Мы добиваемся того, что в правовом поле мы выигрываем. Мы добиваемся того, что у нас сейчас есть действующие меры предварительной защиты и все разрешения на строительство, которые они получили. Они его получили просто... Они это кто, Дим? Наши оппоненты, застройщик, по сообщениям прессы, это одна из компаний, связанная с Русланом Евгеньевичем Горюхиным. Пресса называет его младшим партнером Романа Ротенберга. Наши оппоненты получили разрешение на строительство, пользуясь тем, что письмо о том, что продолжают действовать меры предварительной защиты, ну, возможно, пользуясь тем, что письмо еще не успело дойти до суда или еще чем-то. Мы не понимаем, по каким причинам. Хотя Стройнадзор получил в том числе от нас копию этого письма, весьма суда о том, что продолжают действовать меры предварительной защиты. Мы не понимаем, по каким причинам они все-таки выдали это разрешение на строительство. Мы полагаем, что здесь имеются признаки совершения преступления, то есть неисполнение действующего судебного акта, это преступление. И когда Мосгостройнадзор, причем даже не важно, даже если будут отменены наши меры предварительной защиты, это все равно останется преступлением, потому что посягательство на охраняемые уголовным законом интересы, посягательство на охраняемые уголовным законом правоотношения, то есть что судебные акты должны исполняться, они должны исполняться независимо от того, в каком они... То есть, может быть, Стройнадзор рассчитывает на то, что они будут отменены. Нет, даже если так, они должны были все равно не выдавать свое разрешение на строительство или его отменить сейчас, просто потому что нужно требовать исполнения закона. Вот, тут я слышу микрофонный эффект. Ага. Да, а зачем нам звукоусиливающая техника? Ну, чтобы люди слушали. А люди нас, наверное, не надо, потому что, ну, зачем нам создавать, как это, для полиции основания, нас здесь сейчас разгонять с помощью... Нет, не надо нам звукоусиливающей техники, я думал, это микрофон. Ну да, это микрофон. Ну, в смысле, микрофон не... Я думал, что это для записи. А, окей. Вот. Собственно, то, что происходит, это заведомо незаконно. Но также нас просто поражает поведение Мосгорнаследия, Департамента культурного наследия, который обязан сохранять объекты культурного наследия, который просто последовательно не выполняет не только требования закона, которые запрещают на территории памятников вести любые работы, кроме работ по сохранению объектов культурного наследия, но и прямые предписания Министерства культуры, которое ему объяснило, в чем он нарушил закон при выдаче прошлых согласований, а именно, что там, введение земляных, строительных и любых других работ, а у них проектом предусмотрено создание на территории объектов культурного наследия сооружений, так называемых, геотехнических экранов. Это грандиозные подземные стены из 60-сантиметровых свай, сплошной забор, вот из 60-сантиметровых свай, которые они собираются сначала здесь установить, потом они его собираются демонтировать, как они пишут в своих документах. То есть это грандиозные земляные работы, на 18 метров в глубину вот эти сваи, то есть это так нельзя действовать на территории памятника. И Министерство культуры им об этом прямо указало, что так делать нельзя. Вот с горонаследия, как мы видим сейчас, судя по тем документам, которые они вчера, ну вот вчера мы их заметили на сайте, они по-прежнему просто утвердили то же самое решение, утвердили то же самое решение, которое от них потребовало отменить Министерство культуры. Просто переутвердили его заново. Дмитрий, а какие-то новые судебные решения возможны? То есть снова подать суд на неисполнение? Нет, мы действуем так, мы требуем в суде отмены разрешения на строительство. Кроме того, мы на самом деле считаем, что этим должны сейчас заниматься уже не суды, а правоохранительные органы, потому что мы видим здесь все признаки преступления, предусмотренного 315-й статьей Уголовного кодекса «Злостное неисполнение решения суда». То есть это прокуратура должна заниматься? Да, мы требуем этого, в том числе и от прокуратуры. Не только мы, на самом деле, этого требуют уже... В общем, я не буду раскрывать сейчас подробности того, как мы будем этого добиваться, но я уверен, что мы добьемся того, что закон будет здесь торжествовать. Не для того мы... То есть это, по сути дела, главное, чего мы требуем. Мы сейчас не спорим, мы требуем соблюдения закона, мы не требуем ничего другого. Мы говорим о том, что если в законе написано, что здесь так строить, как они хотят, нельзя, то так строить было бы нельзя. Вот, собственно. Понятно, спасибо. Вот мы видим здесь духи места, люди в масках, Александр Сергеевич Пушкин, Владимир Геллеровский, А, Скрябин Геллеровский, Геллеровский, Геллеровский. Так, вот Петр Ильич Чайковский, чьи ноты печатались... Ноты печати Юргенсона, в 100 метрах отсюда, и который жил во Флигеле, специально построенном для него Юргенсоном. Казалось, что мы идем против какой-то страшной армады, перед которой невозможно какому-то малютному человеку... Так, а это чья Москва, вот не узнаю сразу. Петр Ильич Чайковский. А, Чайковский он еще один. Местный житель... Добрый день. Добрый день. Владимир Геллеровский, живописатель Москвы. Как Геллеровский защищал бы сейчас Ивановскую дворку? Я думаю, да. Я думаю, скажем так, душа его тоже здесь, она среди нас. То есть здесь не только мы живые, здесь и те, кто защищает, и те, кто жил. Здесь определенный сакральный смысл несет данное действие. Поэтому мы и призываем, так сказать, что не только живые за это место, но и умершие, которые здесь когда-то были. Естественно, он бы защищал. Александр Сергеевич Пушкин, который, как скажем, на плакате работал в архиве в палатах Украинцева над своей рукописью. Ну что Александр Сергеевич сейчас бы сказал, если бы узнал, что этим местам угрожает снос, перестройка? Я думаю, что тоже, как вот сказал наш герой в маске Гелеровского, что мы чувствуем присутствие и Александра Сергеевича, и Петра Ильича, и всех тех, кого мы призываем на помощь. Потому что, ну вот действительно, ни одно место, ни в одном городе, оно не живо только живыми людьми нынешним поколениям. Оно живое всеми нашими предшественниками. Просто я, как сказать, по образованию историка. Поэтому вот у меня ощущение возникло в май студенческие годы, что мы свою историю личную ведем не от нашего рождения, а ведем от того момента, до какого мы знаем свою историю. Поэтому вот мне кажется, что любой из наших героев, он был бы сегодня с нами, потому что они ценили, берегли, хоронили память. Вот Пушкин, как мы уже говорили, он здесь работал над историей Пугачевского бунта. Человек, который хотя бы раз в жизни возьмет в руки архивные документы, ощутит свою связь с историей, он никогда не встанет на сторону разрушителей своей истории. Спасибо. Вот мы видим, что здесь много бухов места. в масках Скрябина, Пушкина, Геллеровского, Чайковского. Это все высказывание людей, которые... Там и там они живут. Моя машина это на сих пор. Чайковский, Геллеровский. Они здесь живы, они здесь счастливы. И напомню, что речь идет о том, что вот это здание, которое находится за выстроившимся на Хохловских стенах, это здание Института международного рабочего движения, построенное в 1939 году. Ну, оно строилось как школа, но потом было позже передано Институту международного рабочего движения, который входил в схему Академии наук СССР. В 90-е годы было передано Институту социологии, по Институту философии и Российской Академии наук. И в этом здании работали такие философы, как Мираб Немурдашвили. И вот это здание собирается смести, на его месте построить огромный, в два раза больше по объему бизнес-центр, который будет и выше, и глубже. И самое главное, что вот для того, чтобы это строительство начать, строители должны снести, вот слева мы видим небольшое двухэтажное здание, уходящее туда за угол. И вот это здание французского шато, оно должно быть снесено для того, чтобы здесь можно было укрепить котлован. Вот Дмитрий, юрист Архнадзора, говорил о том, что вот здесь должен быть 18-метровый котлован, и стенки, которые должны укреплять специальными сваями. Вот эти сваи невозможно убить, не разрушив шато конца 19 века. И по документам почему-то застройщик уверяет, что это здание постройки 30-х годов, хотя есть все документы, подтверждающие, что это именно конец 19 века. Вот стояние на Ивановской горке, вообще вся компания за сохранение исторического облика Ивановской горки, за сохранение зданий в колпачных, в Кокловском переулках идет с августа 2020 года. Но в ближайшее время уже завезены бетонные блоки, ограды. Ну, обычно такие блоки устанавливают для строительства, для возведения забора. Но вот эти блоки бетонные лежат здесь уже несколько месяцев. Здание в последние годы функционировало просто как под сдачу в аренду здесь. фирмы Сибири, в том числе магазины, которые арендовали площади. Ну вот это здание может быть снесено для строительства бизнес-центра. Если это произойдет, тогда вот эти детские площадки, которые здесь существуют очень давно, они станут рекреационной зоной для сотрудников бизнес-центра. И здесь может быть организован даже сквозной проезд, ну, подъезд к зданию будущего бизнес-центра. А вот это Даниловская аллейка. И речь шла... Даниловская аллейка — это такой узкий пешеходный проход, соединяющий Охловские и Колпачные переулки. Вот здесь такие вековые столетние тополя, липы. И речь шла даже о том, что один из тополей, ну, некоторые тополя могут быть снесены в некоторые деревья, в том числе вот это огромное дерево, несколько метров охватом. Ну, вроде бы, пока удается их изгореть. Здесь мы сейчас попробуем поговорить с муниципальным депутатом. Ну, прицелы, да, то есть мы хотим отобрать. Здесь происходит совсем таким, что мы теперь имитация. Вот эти люди, которые здесь... Эпоха имитации. Да, постоянно смысл, как ты говоришь, и так далее. И, кроме того, чиновники, из которых здесь... Да, под реконструкцией осуществляются сносы, многочисленные сносы, сейчас подобные ситуации, подобные конфликты в нескольких точках Москвы, они мне говорят, отвечают совершенно голубому глазу, что вы хотите. Это московская практика, да, это реконструкция. Не важно, что от этого дома, условно говоря, не останется практически ничего, изменятся его объемы, изменятся его параметры. Ну, как бы, это реконструкция. Это вот самая опасная, мне кажется, сейчас схема, которая применяется массово уже теперь застройщикам, которая позволяет ему уничтожать и расправляться таким образом с наследием. При этом эта схема уже хорошо обкатана, они хорошо понимают, как с ней работать. То есть здесь есть уже специалисты, и, в принципе, на законодательном уровне все выглядит вполне легитимно. Плюс, видишь, уже научились каким-то образом притягивать сюда а-ля общественность, а-ля граждан, людей... Мне кажется, москвичи уже много лет конкретно совершенно четко говорят, что они хотят. Они хотят, чтобы, наконец, развивался город нормально, спланированно, а не так, что кусок урвали тут, здесь кусок переделали, здесь кусок подправили и так далее. Москвичи давно уже требуют единой картины нормальной, как бы целостной. Ну, конечно. И здесь то же самое, здесь ровно об этом тоже идет речь. Оставить целостный облик. Там, конечно, какие-то недостатки надо править, но не так, что сейчас захотелось тут бизнес-центр построить ни с того ни с сего в историческом квартале. Непонятно... Ну да, непонятно, нужен этот бизнес-центр. Будет ли он эффективен? Вообще, нужен ли этот конфликт? Может, насколько хорошо было просчитано вот этот новый функционал? Каким он будет? Помимо бизнес-центра, что еще здесь запланировано? Потому что, ну, совершенно как бы непонятно, что ждет этот район. Где этот мастер-план? Я не знаю, какой-то план развития территории. Генеральный план, конечно. Да, его никто не видел. Никто не видел этого какого-то осмысленного предложения. Каждый раз, когда я что-то говорю, девелопер тут же хватается, кстати, за мои слова и начинает чего-то там а-ля имитировать. Псевдоводовая – это как раз за то, о чем мы говорим. Но мы много раз предлагали там, господа, давайте все-таки вести себя, ну, как прилично. Каждый сам выскажется, не нацитировать, особенно при жизни. Как-то последовательно, да. Мы готовы принимать участие в каком-то там координационном совете, о котором вы пишете, о котором говорите, о котором по факту не существует. Тогда мы готовы все-таки хотя бы слушать о том, что здесь, что вы намерены здесь делать. Но не урывками, не обрывками, не какие-то маленькие какие-то вырванные какие-то цитаты, а все-таки внятную, ясную какую-то системную программную информацию, документ. И не мы должны вам предлагать, вот мне очень многие говорят, а вы предложите свою какую-то, свой план, свой проект. Простите, для кому я его буду предлагать? Здесь потратив кучу времени, сил. Как можно предлагать по чужой собственности. Ну да, это же как бы совершенно не наша история. Знаешь, я сейчас подумала еще, вот недавно принят закон, в декабре приняли закон о комплексном развитии территории. Я не знаю, она слышала об этом и так далее. Это ужасно, да. Да, здание, если там больше, ну там определенный процент в разных регионах будет, ну условно, если большинство строений аварийное на территории, то снести можно все. Я думаю, вот не применится ли вот эта ситуация как раз, если это здание аварийное, они могут просто уже перестать вообще любые переговоры вести и просто воспользоваться этим. То есть у тебя совет депутатов может как-то повлиять на ситуацию? У нас нет таких неполномочий, ничего, да. Муниципальные депутаты нет. Это не повестка района, это считается городская повестка. То есть вы, а вы просто как депутат, ничего тоже не можете, ни обращений, ни писать? Нет, обращения можно писать, но в этом смысле Дима гораздо более сильный игрок и гораздо более квалифицированный специалист. То есть он с юридической точки зрения дает и делает совершенно правильный разбор, посвящает этому время. Он делает огромную, вообще-то, бесценную работу, важную работу. Я считаю, конечно, очень важно его, если, ну, люди москвичи, там, жители Басманова не могут практически поддержать, хотя некоторые люди приходят и поддерживают практически. Ну, просто хотя бы поддержите морально, не знаю, придите, скажите ему спасибо за то, что он делает. Это огромная, огромная работа. И она не для него лично происходит, она происходит для всех жителей района. Ну, и не только района Москвы. А другие депутаты Басманова района приходили сюда? Вас я видел на предыдущих районах. Я затрудняюще сказать, приходили ли другие. Я полагаю, что да. Мне кажется, Юля, что-то другие депутаты как-то участвовали во всей этой движухе. Нам сейчас очень сильно помогает Николай Николаевич Гончар. Он не приходил на хохловские стояния, но он нам очень сильно помогает. Это депутат Государственной Думы. Он направляет запросы. Нам помогала очень сильно организовать проверку в Министерстве культуры Галина Петровна Хованская. И мы рассчитываем сейчас на ее помощь тоже. Нам помогают многие депутаты Мосгордумы. Нам помогают... Здесь присутствовали представители Генгалычева, Гендиева, Митрохина и других депутатов. Здесь присутствовали... На самом деле нам помогают совершенно разные политические силы. Потому что защита культурного наследия это то, что всех объединяет. То есть мы здесь не привлекаем никаких депутатов специально, особенно. Потому что мы рады любой помощи. Здесь нам очень помог Михаил Тимонов с получением многих важных документов, которые потом легли в основу нашей правовой позиции. То есть это та ситуация, за которой действительно люди следят. Из-за которой ситуация, которая очевидно незаконная, которая возмущает абсолютно всех. И мы будем добиваться поддержки. Здесь всех сил, всех здоровых сил. Всех сил, которые нам... Будем рады любой помощи от любых сил. И надеемся, что мы здесь победим. Остается только юридические пути или просто физическая защита? Вы знаете, я не буду никого под запись на видео призывать к каким-то противоправным действиям. Но в ситуации, когда исчерпываются правовые средства защиты, и когда мы абсолютно уверены в том, что мы правы, то есть у нас есть сейчас действующее определение Бутырского суда о мерах предварительной защиты административного иска, который запрещает выдавать разрешение на строительство Мосгостроенадзору. То есть если Мосгостроенадзор не уважает действующее определение суда, он совершает... Если он злостно не исполняет действующее определение суда, то он совершает преступление, предусмотренное статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его разрешение на строительство юридически ничтожно, если оно принято в нарушении действующего определения суда. Соответственно, мы считаем, что вообще-то граждане в своем праве останавливают такую стройку. Коспрецеденты уже были, и в том числе и победы. Вот на Кравченко-16 люди два года охраняли стройку, не давали туда техники заезжать, и в конце концов было признано, что они правы, было отозвано разрешение строительства, и обязали застройщика восстановить детскую и спортивную площадку, которые были на этом месте. Нам бы очень не хотелось сейчас здесь переводить эту ситуацию в какое-то силовое поле, хотя мы видим, что вот сейчас уже, я не помню, какое у нас сейчас по счету воскресные хохловские стояния. Да, людей может быть не очень много, поскольку это действительно уже 13-е по счету регулярные мероприятия, но людей, которым дорогая Ивановская горка, как последний сохранившийся район Москвы, находящийся в такой степени сохранности, их на самом деле очень много. Ну, в августе сотни приходили сюда на первые прогулки. Нет, ну, здесь люди, которые, в принципе, готовы сюда прийти. В случае, если здесь начнется пожар, их много. В случае, если здесь начнется вот что-то, что-то начнет происходить, их много. Вот сейчас сюда люди приходят просто потому что, вот просто чтобы показать присутствие, что нам эта тема не безразлична. Мы понимаем, что вот те, может быть, несколько десятков человек, которые здесь сейчас есть, они превращаются в сотни людей в случае, если здесь начинает что-то происходить. И мы не сомневаемся, что об этом все узнают. то есть мы здесь постоянно присутствуем сами, мы местные жители, мы смотрим на то, что здесь творится, и мы уверены, что, ну, как бы, все моментально попадет в соцсети, все моментально попадет в прессу, и люди здесь соберутся. Спасибо. Мы видим, что здесь людей становится все больше. Одни приходят, другие выходят. Вот буквы места, оно все больше и больше. есть. Так. Здравствуйте. Владимир. Убилизм. Это. Убилизм. Продолжение следует... Они сегодня и они поддерживают нашу очередную акцию, акцию мирную, мирную акцию протеста. И вот Александр Савельевич Пушкин говорит нам о том, что не приведи Бог в вид судьбом бессмысленный и беспощадный. Я совершенно безусловно поддерживаю. Еще раз мы говорим застройщикам, еще раз мы говорим нашим напонятностям. Мы против какого-то бессмысленного и беспощадного группы. Мы хотим и готовы услышать, слушать, рассматривать какие-то программы, проекты, которые гарантируют нам, в виде нам в Савельевске, тем людям, которые любят это место. То, что оно сохранится в целостности, будут сохранены его уникальные преимущества, как и физические, как и остальные. Мы, очень уверены, сегодня рассмотрим так, какая наша встреча произошла. Я всех благодарю слушателей, участников, и следите за ситуацией на Ивановской горке. Всем всего доброго. Люсь, вы можете сами поговорить? Ага. Как вообще сами архитекторы относятся к подобным проектам, следствием которых становится преобразование исторических уголков? Есть ли такое размежевание среди самих архитекторов? Ну да, безусловно, конечно, скажем так, архитекторы такие же люди, как и все остальные. И, безусловно, здесь профессия, с одной стороны, она как будто бы накладывает какие-то принципы вообще общественного, социального поведения. Но в то же время, как мы видим, мы видим это повсеместно в Москве и в России. Конечно же, на месте утрат, на месте снесенных каких-то ценных объектов, памятников архитектурных, появляются монстры, довольно часто какие-то бизнес-центры безликие, не несущие ничего городу в плане какой-то визуальной новой ценности. И, собственно, эти объекты также выполнены архитекторами. Вот вчера весь русский люд был поднят на ноги, да, вот этим видео, в котором рассказывалось о дворце, о дворцах, государевых дворцах. Но для меня еще более возмутительным является тот факт, что наша, ну, Россия становится не просто дворцом государевым, а страшным каким-то человейником, особенно все вот эти периферии городов французских, а теперь же подтягиваются и к центрам, они ведь, ну, что они, собственно, транслируют своими образами. Да, и возвращаясь к вашему вопросу, и ведь это все создают архитекторы. Поэтому здесь, знаете, здесь очень двоякий вопрос. Говорить можно все, что угодно поддерживать или не поддерживать сохранение наследия, но самое главное это то, что мы здесь каждый день делаем. Наши вот своими делами архитектор сегодня может как-то проявиться. И здесь большинство, безусловно, просто следует за процессом, находится внутри каких-то процессов, как бы обеспечивая свое существование. Кто-то отказывается от того, чтобы участвовать в этих изменениях, да, и выбирает для себя более сложный, может быть, с одной стороны, путь профессиональный, но с точки зрения человеческой и с точки зрения мастерства, конечно, это путь, ну, для меня путь успеха. Правильный, единственно возможный путь вообще для любого специалиста. Действовать в каких-то, ну, человеческих, гуманных, ну, понятиях. Ну, это известно, потому что, например, Никита Шангин выступал неоднократно в защите архитектурных памятников. Но такие голоса не очень редко раздаются со стороны архитектора. Безусловно, они редко раздаются, потому что архитектор, он же тоже, он как бы специалист, который, ну, строго говоря, он обслуживает. Он просто не решает, да, когда что-то строится или что-то создается. Он привлекается девелопером, будь то частный девелопер или государственный заказчик, неважно. Он привлекает архитектора как уже исполнителя некой задачи. И тут есть те, кто может, допустим, донести до застройщика какие-то смыслы, которые лежат над коммерческой частью проекта, да, который включает в себя, ну, как правило, чаще всего это все-таки инвестиционные проекты, и в их основе лежит задача извлечения коммерческой прибыли. Иногда архитектору удается донести посыл о том, что объект должен обладать еще какими-то характеристиками, кроме того, что иметь там некое количество квадратных метров. Но это удается донести до застройщика довольно немногих. Конечно, есть и ответственные девелоперы, и есть прекрасные объекты, которые создаются, но они в меньшинстве. Вот, ну, вообще-то, людей, которые, скажем, готовы там чего-то там отставить, какие-то принципы, гуманизмы, их всегда было очень мало. Вот, собственно, вот эта вот инструкция международного движения рабочего, он же как раз, как я уже много раз говорила, он был таким мой клаун, то есть государством в государстве и странным образом, несмотря на то, что, ну, опять же, название так звучит и вроде бы отсылает нас к тому, что здесь какие-то происходили процессы, направленные на обслуживание, да, вот этого нового, это 39-го года здания, нового, да, новых каких-то идей. Тем не менее, он гораздо более глубоко, вот все люди, которые здесь собрались, сейчас, ну, вот во главе с Тим Тимом, Тимофеевич Тимофеев, на самом деле, Тим Раян, это директор этого института, он был сыном первого секретаря Коммунистической партии США, ирландцам по происхождению, и, конечно, они не, как бы, и были некие, там, идеи относительно того, каким должно быть будущее, но они не подхватывали их, там, условно, да, и не несли их как лозунги, они пытались их исследовать, рассматривать, изучать, и внимательно относиться к тому, как, как бы, каким это будущее должно было явиться, да, как оно должно было быть реализовано, каким стать. То есть, если вы почитаете, ну, вот, зрители канала об этом институте, то это сильно очень, это уникальное место. И совершенно сейчас, ну, каким-то неведомым образом оно вновь транслирует вот эти вот утраченные смыслы, что давайте подумаем над всем, ну, вот, над сущностью всех вещей, сутью вещей и явлений, давайте углубимся в них и рассмотрим под микроскопом. Собственно, этот конфликт, это, мне кажется, еще одна такая, еще одно сообщение, некий месседж, который этот дом нам сегодняшним посылает. Вот, ну, людей, которые готовы что-то там жертвовать каким-то проектами своим условным, там, хорошим, обеспеченным будущим, их немного, конечно. А что, как можно было бы идеально поступить с этим зданием? То есть, возможно, его реставрация в том виде, в каком он есть, и приспособление под другие нужды? Ну, разумеется, конечно, здание, как мы смотрели экспертизу, смотрели документы, поднимали, и оно в очень хорошем состоянии. Вы знаете, вот, в своей, скажем так, деятельности мирской, я, в частности, вот, как урбанист исследую города, и в фокусе моих интересов, в частности, Нидерланды, очень люблю, ну, Нидерланды, Швеция, Голландия и Германия. И там, конечно же, очень много примеров, как подобные объекты, как они приспосабливались, находились для них новые функции. Но у нас внутри наших, вот, скажем, даже государственных, да, механизмов, ну, довольно сложно предположить, что, например, возникнет какой-то там кооператив, появится какой-то независимый девелопер, который будет заинтересован в том, чтобы вот развивать такой, ну, с точки зрения стандартационного девелопмента объект. То есть, понятно, что он не будет генерить какой-то там бешеный кэш. Ну, он, ну, собственно, центр города, вообще исторические города, они не направлены на то, чтобы вот этот кэш в прямом смысле, извлекать прибыль. Извлекать прибыль. Да, город, он вообще любой город, исторический город, он не, он не создается, как, условно говоря, там, Москва-Сити или какие-то новые, да, такие гибридные части города. У него другая функция, другая функция, и это тоже следует понимать. Но для того, чтобы, как бы, эта другая функция стала частью государственной политики, такая политика должна вообще существовать. Ее уже, по факту, ее нет. В России такой политики есть, в Конституции записаны какие-то очень правильные законы, есть довольно много каких-то постановлений, законодательных актов, которые как будто бы эту деятельность ведут в правовое какое-то русло. Но пока нет все-таки воли руководителей города, начальников, конечно, памятники архитектуры будут уничтожаться, и этот процесс продолжается. Ну вот недалеко отсюда мастерская Левитана, которая, к счастью, вроде бы художественную галерею выкопила. Да, это действительно счастливая такая история, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, и мы знаем, что эта мастерская была продана с акциона Дом МРФ, и там было шесть кандидатов, в том числе пластические хирурги из Дагестана, Уралсип офис, но вот по счастливой случайности владелец вот этой новой галереи, он, собственно, его, его, там был, его шаг лот, по покупке этого лота, он был, он сделал больше этот шаг, предложил там на 5 миллионов больше. Там можно было, была схема такая, что можно только в один шаг действовать. И по этой счастливой случайности дом достался галерея в Чернинку. Ну, и для меня это, конечно, тоже нонсенс, что при продаже подобных объектов, ну, тот же самый, вот, госорган ответственный за эту продажу, он смотрит только на цену, которую готов предложить покупатель. Но он не смотрит его статус, он не смотрит его репутацию, ему вообще все равно абсолютно. То есть такие, как пластические хирурги, не должны быть вообще допущены, да, к таким образом? Ну, вы знаете, разные объекты, может быть, в каков, если бы, понимаете, если бы закон соблюдался, то мог бы купить, по сути, любой, любой человек, любая компания могла купить подобный объект и сохранить его какие-то параметры, физические, как минимум. Да, они не создали бы там галерею, там она утратила много своих каких-то смыслов, которые могли бы быть предъявлены уже нашему, да, обществу. Ну, по сути, по идее, как бы купить, может, каждый, вроде бы, если бы соблюдался закон. Но мы понимаем, что у камня на камне могло не остаться от этой галереи. Мы понимаем, что там появился какой-то там гипсокартон, ужасные натяжные потолки. Ну и, в принципе, он стал бы таким запечатанным объектом. Теперь главное, чтобы была проведена грамотная научная реконструкция, реставрация. Ну, то есть, когда при продаже подобных домов, конечно, надо смотреть, как это делается, допустим, в той же Швеции, да, когда развивается какая-то новая территория, смотрят не только на то, какая будет функция будущей этой территории, но и на профиль девелоперов, которые будут эту территорию осваивать. То есть, если у девелопера минусовая какая-то, минусовая репутация, он на эту территорию просто не попадет. И это очень важно. Это очень важно. Спасибо большое. В этом времени официальная часть состояния подошла к концу. Многие еще не сняли маски, передвинули их на лоб. И вот, принесли с собой термос и просто пьют чай. Ну, наверняка эти люди еще будут сюда приходить. И мы еще услышим не один раз историю с Ивановской горкой. И Активатика будет следить за тем, как идет борьба за ее сохранение. На этом мы завершаем нашу трансляцию. С вами был канал Активатика.